ребят всем привет с вами александр и каналы как вот адая сегодня я вам расскажу очень интересную и полезную штучку с сообщениями вконтакте итак поехали ребят сегодня я вам хочу рассказать такую штучку как шаблоны сообщений вконтакте они подойдут как для личного общения так для очень круто очень полезно и экономит уйму времени итак поехали нам для этого нужно будет расширение для google chrome которая так и называется вот она у меня установлена она называется шаблоны сообщений вконтакте давайте я его удалю сейчас я вам покажу где его взять ну конечно же переходим в магазин google chrome и вот здесь вот в поисковой строке так и пишем шаблоны сообщений вконтакте нажимаем enter и вот она первая она нажимаем установить установить расширение расширение установлено давайте закроем магазин перейдем вконтакт сообщение итак давайте вот я к жене зайду тут у меня дочка баловалась но я пробовал это расширение использовать вот он как видим появилась кнопочка называется шаблоны когда на нее наводим появляется такая вкладочка управления шаблонами на нее когда нажимаем можно зайти в настройки поставить шаблон по умолчанию если текст вставляется квадратных скобочках юзер то данный ключ будет заменять слова юзер на определенное какое-то имя кому вы пишете сообщение если вы вставляете ключ текст также в квадратных скобочках но это все будет при написании шаблона если вы вставляете слово текст квадратных скобочках то курсор остановится именно в том месте где вам надо будет потом дописать сообщение так но по настройкам тут в принципе понятно экспорт если какие то проблемы возникают то пишите вот написано мне то есть это скорее всего разработчики я ему не писал не знаю итак давайте добавим шаблон например пишем название приветствие к примеру это вы пишите для себя название то есть она нигде не отобразится здесь например здравствуй запятая ставим контрл c контрл в ставим юзер как как твои дела знак вопроса сохранить вот у нас один шаблон давайте добавим еще можно например прощание до встречи например что то такое можно закрыть и как видим у нас появляется при наведении приветствие нажали на него и видим здравствуйте анастасия как твои дела отправить прощание также когда если у вас очень много шаблонов например можете начинать писать сообщение и он будет автоматом подбирать например например я хотел написать слово здравствуй он вот он сразу выдал приветствие что то не получилось давайте еще напишем так используйте стрелки или кликните на шаблон нет все таки так не получается отправить все таки придется искать по шаблону я вам показал пример как писать личные сообщения таким же образом можно все это проделывать и в группах давайте я вам тоже на примерчике на одном просто покажу и шаблон у нас там составлен к примеру я пишу как ваши дела вам например пользователь в группе задал да вопрос вам пришло сообщение в группу от какого-то человека и у вас также чтобы не искать там да то есть либо задал какой-то вопрос нажимаете отправить либо не знаю там вот тут как у меня в группе да то есть здесь есть товары какие-то человек задал по товарам вопрос либо по услугам по каким-то один раз расписали в шаблонах так как вам надо и постоянно чтобы не писать длинные сообщения да то есть пользователям то есть какие-то фразы фразы да шаблонные то есть их можно будет отвечать спокойно нажав одну кнопочку очень удобно очень полезно и я думаю сэкономит уйму и кучу времени всем спасибо кому была полезная информация не забываем ставить лайк подписаться на канал всем пока 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 пока